Опа! Энвил Сага. И снова, смотри. Ну вы придумали праздник хороший, с чего бы не отметить. И снова пришел, и снова встал, и снова задание, и снова... Прекрасно. А красная полоска так и не ушла. Боже, это просто великолепно, ребят. Это шикарно, это лучшее, что только могло бы быть. Красная линия. Когда-нибудь... Я не знаю. Красная линия... Ее не остановить, по-моему. Никогда. Ой, Монти почему-то здесь спал. Окей. Бывает такое. Так, иди выплавляй слитки. Монти сейчас приготовит себе пожрать. Сам же и поест, в первую очередь. Ой, этот пошел на заточку сразу. Лучше бы в шахту пошел. Точить пока нечего. Закрыто у нас, закрыто. Успеем все сделать, не переживать. Все, он поел. Беги тогда вперед. Ты пока поешь. Хотя надо было, наверное, сначала поесть все-таки... ...этому товарищу нашему. Отлично, кузнец. Небось, ребят, шутку оценят. Эмм... Что? Крестьяне отмечают местный праздник. Эффекты. Клиенты чаще приходят вдвоем. Крестьяне приходят чаще. Солдаты, охотники, рыцари, купцы, монахи. Ведьмы приходят реже. Теперь все сломалось к чертям собачьим. Это в порядке вещей, ребят. Это забейте, просто не обращайте внимания. Так оно и... Да, так оно работает. Внезапно что-то произошло с квестами, переквестами. Иди поешь. Поешь просто, поешь. Приятного аппетита. Кто кушает, хамячет, лопает, трапезничает, ребят. Красная полоска продолжает двигаться неумолимо. Вперед. Вперед, красная полоска. Отличный кузнец. Шутки оценят. Ага. И последний давай. Надеюсь, она сработает. Если нет, то нет. Игра еще не доработана, конечно. Багов в игре нет. Ну ты чего? Ну ты чего? Отличный кузнец. Шутку оценят. Уже оценили. Если вы думаете, что можно как-то это сохраниться, нельзя. Нельзя. Как продвигается работа над моей посудой. Хочется уже поесть. По-человечески. Вы, главное, сильно-то не сердитесь, но ничего не получилось. Ах ты, смерть! Тебе очень повезло, что я сейчас не голоден. Ну вот, значит, пока и посуда не нужна. Еще одно глупое слово. Этого очень сильно пожалеешь. Опа, починилось. Но он не ушел. Он не ушел, к сожалению. Красная полоска так и продолжилась, хотя квест заруинился. Этот молится. Как обычно. Что ему еще делать? Конечно, молиться. Вечер наступает. Опа! Клоун. Прикольно. Солдат. Не можем мы это производить. Но сможем. На самом деле нам нужен Жерар. Нужен Жерар. Нужен Жерар. Будем его ролить. Будем его ролить. Ух. Давай поутру лучше Жерара наймем, если честно. Сейчас к утру мы подготовимся. Надо будет опять там поесть. Ляля, топай. Ну вы понимаете. Так, друзья. Давайте мы, знаете, что сделаем? Мы сделаем следующий орудок. Кстати, можно закупать, но нам уже нет смысла. Опа! Точильный круг. Без камня, как кузнец и без наковальня. Необходим для заточки. Делаем по-настоящему острый меч. Можно только по-настоящему качественным точильным камнем. Ого! Ого! Это интересно. Серьезно. Лучшие друзья кузнеца пойдут для любого станка. Универсальные. Хорошо подходит для работы с печью и наковальни. Для других станков хорошо будет подыскать что-то подходящее. Хорошо подходит для работы с печью. Хороший вариант для кузнеца, которому много времени в шахте. А для заточки? Для заточки, видимо, вот это лучше будет. Для любого станка. Ну, видимо, да. Для заточки вот эти. Я думаю, универсальные инструменты. Видимо. Видимо-невидимо. Так. Нужно купить жрачку. Побольше. Ага. Купить. Жрачка точно пусть придет. Красная полоска это достижение игры. Как полоска дойдет до конца экрана. Кузнеца достигнет высшего уровня. Возможно, да. Все. Последний заказ. Закрываемся. Заточки, кстати, не было, да? А потому что солдаты не приходят. Все. Спать. Спать, спать, спать. Все спать. Поутру будет новый сотрудник у нас. Новый сотрудник, новый работник. Неважно. Красная полоска продолжает расти. Все хорошо. Вампир на свету стоит. Ничего не смущает. Вообще ничего не смущает. Его тоже. Так. Артур у нас, как обычно, приготовит еду. Монти, как обычно, поест первый. Это, как обычно, пойдет сразу в шахту. Здесь, как обычно, пойдем переплавлять. Этот ест пока. Дальше. Важный момент давайте. Важный. Супер сверх важный, я бы даже сказал. Сохраняем игру. Нанимаем. Уже новые ребята. Жерары. Узнаем про Жерара. Он у нас не тот, кто нам нужен. Это не важно. Нанятие работника. За 180 золотых. Прекрасно. Жерар. Геракл. Скорость передвижения твоего работника при переноске предметов почти не снижает. Опа. Профессиональный шахтер. Чат. Мы нашли профессионального шахтера. Однозначно, да. В шахту его. Сохраняемся и в шахту. Правда. Его надо сохранить. Вот в шахте желательно бы ему хорошие бафы получить. Без бафов. Так, ты шахтер такой себе. Вот ты станешь за заточку, за постоянную. А ты, Жерар, друг мой, получаешь шахтерское снаряжение и валишь в шахту. Понял? Все, Жерар работает. Открылись. Монти. Этот еще успеет поесть. Лучше пусть переплавщик пойдет поесть. Пока есть возможность. Шахтер прокачается, не переживай. Быстро прокачается. Тройку еды потом закажем, купим сразу. В долг можно. Отдашь потом. Верю. Замок. Поехали. Престол святой. Хорошо. Пришел, значит, к нам святой престол. Говорят, значит, они, что подать им требуется. Якобы, ну, во славу, вы понимаете. Мы говорим, да подай же нам знак, должны ли мы платить эту подать. Не должны. Работает. Опа. Жерар получает баф. Быстрее и... Ну, это заказ будет сделан. Это бесполезная тема, но работает быстрее. При хорошей высотности. Все, Жерар нас устраивает, ребят. Мы можем, конечно, на самом деле загрузиться. Ну, чтобы был шанс на золотой Самар в жопу. Он и так пойдет. Серьезно. При переноске предметов и так будет хороший бонус. Нас устраивает. Нас устраивает. Выполняет работу на 30% быстрее. А он эту работу... Короче, неважно. Все, сохранить. 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 Он работает на 30% быстрее. Значит, на 30% быстрее. Все. Еще и быстрее перемещается до ящика. Все хорошо. Сам ящик бы нам улучшить, если честно. Вот это да. Тут я согласен. Какой бы нам ящик-то организовать? Давай посмотрим. Есть ящик, к примеру, на 20 единиц руды. Ну, вместо 15 станет 20. Такое себе. Всего на 5 единиц, ребят. Улучшение не стоит того. А вот ящик с едой я бы, если честно, улучшил до десятка. Да. Давай попробуем снести его. Конечно. Продадем. 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 Новую мебель купить. Сюда. Ящик. Для хранения. Еды. Большой вместительный. Хорошо. Теперь нам необходимо эту самую еду закупить. Давай мы это и сорганизуем. Закупим едишки. Десятку сразу. Прекрасно. А что по деньгам еще? А уже нет денег. Есть деньги, правда, на, например, изготовление доспехов. Купим. Купим. Расстроился. Англия минус один. Не беда. На заточку никто не приходит. Обидно. Ладно, ладно. Почитаем пока. Изготовление доспехов. Пока не знаем. Мы пока не знаем изготовление доспехов. Может быть на заточку тоже пригодится изготовление доспехов. Я пока тоже не знаю. Жерар. Поехал. Переплавка пошла. Крылья оружия. Этот уже знает доспехи. У него появилось изготовление доспехов. Прекрасно. Смотрим. Ой. Нет, погоди. Это последний. Изготовь. Заточка. Берусь. Заточка это хорошо. Баф какой-то. Работник занимался фехтованием в прошлом и отлично знает, как сделать смертоносное оружие. Рыцари, заказывающие оружие, согласят заплатить за изделие двойную цену шансом 25%. Двойная цена. Даже то, что он молится, это плевать, потому что на самом деле на заточку это пофигу. Правда. Все, сохранили, ребят. Оставим даже Монти, возможно. Не исключено. Ой, не Монти, а этого. Ну, вы поняли. Винсента. Только в кино, в ролях короля Артура, Винсента из криминального чтива, Жерар из хвоста феи и просто Монти. Монти Пайтон еще. Шахтер, молния и все. Шахтер вообще просто бомба-ракета, это правда. Кстати, шахтеру негде спать, к слову. Немного о птичках, да? Шахтеру негде спать, ребят. Хорошо. Сейчас построим. И второй этаж сразу? Можно, но не нужно. Бабок, кстати, нету. Нифига. Прочитал? Прочитал. Бабки надо заработать. Вот, появился бонус к изготовлению доспехов. Хорошо. Погнали. Теперь мы доспехи можем изготавливать. Нам бы все научиться изготавливать, но это еще не скоро будет. Поехали, поехали. Винсент жрать хочет. Винсент не ел сегодня? Винсент не ел сегодня. А почему? Такова жизнь. А, ты приготовил, но... Оно сгнило уже, небось. Мы не можем этого сделать. Мы не можем это сделать, мужчина. Мы не можем это сделать. Извините. Сейчас отравится, смотри. Проверяй. О, доспехи, ребят. Вот видишь, он отравился. На минуту энергия снижается в два раза быстрее. Вот. Это из-за того, что он отравился. Здесь с энергией тоже не очень. Комната... Комната достроилась, чат. Надо быстро купить здесь кровать хотя бы. Это важно. Купить сюда... Кровать крутую. Сразу. Сразу крутую кровать, да, давай. Поехали. Надо будет потом поменять местами. Там кухня, не кухня. Ну, ты понимаешь. Винсент решил пожрать. Ну, пусть поест. Пусть, пусть поест. Все хорошо. Давай, Винсент, поешь. И потом у нас... Заточка. Ой, не могу. Извините. Поешь, Винсент. А так мы закрываемся. Он был прекрасным человеком и отличным мастером. Сколько раз меня выручал. Здравствуйте, месье Финдли. Отец тоже всегда очень тепло от вас отзывался. Буду рад помогать вам в меру своих сил. Как поживает ваша дочка? Оливий, все хорошо. Вымахалов такой красавица. Передам ей тебе привет. Буду очень благодарен. Как бы рад я тебя не был видеть, но пришел все же я не просто так. Собираюсь тут поставки разных инструментов для крестьян наладить в соседнюю провинцию. Там нынче по водкам все поля в кашу превратило. А пахать нужно, как иначе. Выручишь? Выручу. Вот, ребят, зачем нам нужна была заточка? Сделать острые инструменты. Вот. Раньше мы могли бы сделать только обычные инструменты. Это тоже неплохо. Но сделать острые, это очень и очень хорошо. Для друзей семьи все в лучшем виде. Особенно, если у них такая очаровательная дочь. Да, детка? Месье Финдли, хоть у меня и мало времени сейчас, но для вас все что угодно. Спасибо, Артур. Я в тебе даже и не сомневался. Я вернусь через пару дней. Проверю, как мой заказ. Сейчас твой заказ просто на ура будет. Просто шик блеск, красота. Так, все спать. Все спать, я говорю. Живо, бегом спать. Давай тогда вот этот сюда пока пойдет. Это как доест, сразу пойдет спать. Отлично. Все, отравление ушло. А, кстати, он еще раз поел, что ли. Видимо, да. Сколько еды у нас хранится, мы узнать можем. Только очень каким-то хитро сделанным способом. Что-то вроде продать вот этот предмет. А, во. 9 из 10. Только так мы можем узнать. Иначе никак, к сожалению. Я не нашел способа, во всяком случае. Кстати, минус 1 к заточке. Это грустно. Правда. Минус 1 к заточке. Пофигу, справимся. Кстати, по этим. Ювелирное дело. Закалка, продвинутая ковка. Инструменты. Механизмы. Древообработка. Ювелирное дело. Механизмы. Давай начнем по порядку вымыть. Игра сырая, она точно все доработает? Да, должны, конечно. Должны. Пока, конечно, сырая. Так, давай, как обычно. Приготовил пищу. А сам пошел плавить. Здесь главный наш работник. Который с заказов с этих наверняка тоже будет бабки получать. Потому что так работает механика игры пока что. Так, а мы сразу же можем готовить, да? Сразу готовить. Пусть Жерар приготовит. И потом сразу... Ага. Здесь мы переходим в заточку. Этот уже поевший. Здесь переплавляем. Хорошо. Жерарыч, друг, ты мой сердечный. Приготовь и поешь. Он сейчас будет прям супер бомба ракета. Пока ссыт. Пока он ссыт. Пока у него есть энергия. Он бомба ракета, ребят. На 30 процентов быстрее. То есть и тут... Тут переноска быстрее, да? И выполняет на 30 процентов быстрее. Короче, он жесткий. Очень жесткий. Так и стоит там. О боже. Все, пошло, поехал. Откроемся? Ну, можно попробовать, кстати. Там через пару дней прибудет, поэтому мы успеем. Не обязательно простой делать. Поехали. Да, возьму заказ. Возьму заказ. А, не могу? Могу! Таки шо вы мне говорите, что не могу? Могу без каких-либо проблем и нареканий. Это я отказываюсь делать. Отказываюсь даже думать об этом. Это сделаю. И это сделаю. Это не успею. Это сделаю. Это... Ну, можно подумать над тем, чтобы сделать. Это не могу, извините. Не могу, извините, говорю. Это могу. Угу. Все, переплавка идет полным ходом. Это прекрасно. Здесь откажемся. Здесь согласимся однозначно. Здесь откажемся. Здесь откажемся. Пятерка. Ну, хорошо, давай. Сейчас выплавится быстро. Три-десять. Давай. Четыре-девять. Не успею, извини. Два-семь беру. Вот мы и выполнили заказ, как ты видишь. Заточку, правда, никто не захотел. Четыре слитка успеет сделать. Ой, уже полночи прошло. Надо бы спать. Заточка так-то. Артур, привет. Боже мой. Как же ты вырос, пока мы не виделись. Как твои дела? Оливия, да и ты изменилась. Ты очень хорошо выглядишь. Я вот кузницу отцовскую взялся поднимать. Все, упадок пришло. А у тебя дела как? Твой отец на днях заходил. Отец торгует в пути лица. Ищет мне достойного мужа. Ничего нового. Я, кстати, знаю, что он заказал у тебя инструменты. И хочу тебе кое о чем попросить. Для тебя все, что угодно, Оливия. Отец в первую очередь купец. А уж потом хороший человек. У нас в соседней деревне люди чуть ли не руками урожай собирают. А он инструментов в другую провинцию продавать собрался. Мне совсем нечем тебе заплатить. Но я так хочу помочь межным грезьянам. Выручи, шартулочка. Отдать Оливии половину заказа в Финдре. Сделать инструменты бесплатно. Хорошо. Хорошо. Ради Оливии я действительно готов на все. Хорошо, сделаю еще бесплатно. Ты просто молодец. Я с радостью сделаю для тебя такой же заказ бесплатно. Артур, это прекрасно. Я всегда чувствовала, что на тебя можно поладиться. Закрываемся. Для отца для ее уже сделали. Все хорошо. Так, спать. Успеете еще. Работа не волк. Что угодно не волк, кроме волка. Так, как купить игру не в курсе. Не в курсе, как закинуть туда денег. А, денег закинуть? Я же говорю, в Дискорде-то напиши. Тебе там инструкцию скинут. Скинут в инструкцию, не пальцы. Ну что, Артур, как там мой заказ? В торговле момент упускать нельзя ни в коем случае. Все готово в лучшем виде. Я еще и плуги наточил. Лучшие нового меча. Крестьяне должны с руками оторвать. Оскар бы тобой гордился, Артур. Великолепная работа. Чувствую, новое дело пойдет как по маслу. Обязательно передавайте привет Оливии. Непременно, Артур. Ты далеко пойдешь, если будешь всегда так относиться к кузначному делу. Вот, не зря мы точильный камень брали. Блин, это полоска, конечно. Ух. Ух. Хорошо. Винсент не точит. Не точит он, да. Он не точит. Он вообще не точит. Он ничего не хочет точить. Так, как обычно. Еду подготавливаем. Как обычно, этот идет. Винсент пока сюда. Винсент последним будет жрать. Здесь идем на переплавку. Здесь идем на покушать. Приятного аппетита снова. Кто кушает, хомячит, лопает, трапезничает. Здесь идем лучше на приготовление пищи. Мне это тоже пригодится. Престол хочет. Прошу. Не душите вы меня, престол. Прошу отсрочки у вас. Сейчас священный престол не задушил. Так, на самом деле, Винсент пусть приготовит пока серьезно. Все. Тут порядок. Побежали. Бегом, бегом, бегом. Бегом, бегом, бегом. Кушаем, кушаем. Не нарадуемся. Как можно быстрее изготовим для барышни. И потом работа будет как надо. Киви не закрыт. Киви работает отлично. Я через Киви. Через Киви в Тенге делал. Так что не проблема. Опять-таки, в Дискорде инструкцию могут кинуть. Просто спроси, ребят. И подскажут. Так, точильщик пока стоит на месте. Может, точилки какие будут? Может и будут. А может и будет что-то такое вот. Ну давай, иногда будем изготавливать. Следки и так копятся. Поэтому все в порядке. Мы и так справимся с заданием. Не обязательно же супер быстро его делать. Правильно? Здравствуйте, мил господин. Что это за костюм у вас? Праздник какой-то сегодня, что ли? У меня нет праздников, кузнец. Я рыцарь. И мне нужно новое оружие. Бэтмен. Да уж. Каких только рыцарей не встретишь нынче. Меч вам нужен? Или копье какое? Мне нужны острые бумеранги в форме летучих мышей. Господи помилуй. Это вы охотиться собрались на дичь какой-то? Исключительно на местных бандитов. Больно много их в округе развелось. Бэтмен, ребят. Бэтмен. Чего только не придумаешь. Да. Ну, это дело благородное. Бандитов у нас тут точно уж больше, чем мышей. Тут-ту-ду. Так, заточка, кстати, требуется. А заточка-то затачивается. Хорошо. Так, это последний заказ. Готов заказ, мой кузнец? Готов-готов. Я этих ваших мышей прекрасно... Перекрестил даже на всякий случай. Больно уж странно. Спасибо, кузнец. Вместе мы очистим эту провинцию от грязи. Да, обязательно. У вас еще заказы, если будут, вы как бы это... Вы бы в кузницу Жанжаков обращались. Они там по летучим мышам больше. Да? Серьезно? Ладно. Странно. Приоритет первый. Наивысший. А, по... А, 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 а... Так получилось, я понял. Хорошо, извините. Так получилось. А, ну, нет, слитки у меня переплавляют. Все хорошо. И шахта добывается. Блин, ну, за двоечку грех не сделать. За четверточку еще я подумаю. Ладно, сделаю. Заказы лишними не будут все-таки. Жрать хочу! Блин, пойди поешь. А слитки кто будет? Никто. Мы закрылись. Пойди поешь. Ты давай, шуруй, спать. Уже? Уже. Ты давай тоже, шуруй, спать. А ты тоже, шуруй. Ты давай, по... Давай тогда этот по... Поспит здесь. Джерар. Джерар поспит здесь. Надо поспать. Не надо ли ее умеет наказать? Не души. Ну, серьезно, ну, не души. Правда. Я же говорю, в Дискорде. Инструкция подробная. А вот и наш спаситель. Слыхал, что ты сильно нашим помог англичан в чувство привести. Хвалю. Стараемся помаленьку, господин. Давай-ка еще чуть-чуть постарайся. Вот тебе меч. Сделай на нем надпись красивую. Сейчас придумаем. Что-то в духе здесь Франция была и будет. Благодаря доблестным воинам-защитникам. О, так это же один из мечей, который я делал. Ну, ты даешь. Какое чутье. Назначаю тебя придворным кузнецом прямо сейчас. Вы серьезно? Это такая честь для меня, господин? Ну, ты наивный, Артур. Да ты, если бы не понял, что это твой меч, я бы тебе его даже гравировать не доверил, дуралей. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну и шутки у вас, господин. А я-то уж так заработался, что и не понимаю уже. Становится понятно, зачем барону столько красивых мечей. Провинция меняет хозяев, как перчатки. Чувствую, это не последняя гравировка, которую придется нанести. Купить полироль в лавке Антонио. Давай купим полироль в лавке Антонио. Сделает мечи яркими и сверкающими. Хорошо. Что мы еще хотим? По-настоящему острый меч. С точильным камнем. А, слушай, точильный камень же, это на точилку. Тьфу ты. Конечно. Нужно точильный камень в точилку. Возьмем? Бабки как бы есть. Во что бы я хотел влезть? Я бы хотел влезть в ювелирное дело, построение механизмов, закалку, продвинутую ковку, в инструменты. Вот в это я хотел бы влезть точно. По деньгам останется еще 360. Это я могу потратить на вот это. Сначала точилка, потом остальное. Купить. На еду, кстати, потратил бы. Еда прям реально нужна. Купить. Первым делом инструменты улучшать. Да, инструменты улучшать было бы недурственно, недурственно. Спать иди. Че стоишь-то, дуренька? На улучшенной-то кровати сейчас хорошенько выспится. Все, жрачки якобы нет, и раз, она сразу есть. Так, ты, друг мой, отправляешься в шахту. Ты на заточку. А, на заточку. Хороший камень точильный, плюс два уровня заточки предметов. Как тебе? Добротная вещь. Так, этот уже поел. Тебе бы поесть не помешало бы. Этот у нас, по-моему, тоже поевший. Артур. Поевший, даже поспавший. Давай, шурой. Так. Ты давай-ка приготовь. Иногда готовка, видимо, не срабатывает или еще что-то. Как бы тоже сходи, приготовь. Ты пока поешь. Переплавка идет полным ходом. Артур, ну что там с инструментами? Я уже крестьянам пообещала. Пришлось попотеть, но ради такого благородного дела времени не жалко. Ой, я так тебе благодарна. Тебе в самом деле не все равно. Я это очень ценю. Спасибо. Так, хорошо. Ну, а заточка-то? А заточка-то что-то как-то это... Не пара канала у нас, хочу вам сказать. Так, сначала поедим.